Микс-ньюс. Радио «Болтком». Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня российский философ и культуролог Виталий Кулиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Вы в одной из своих лекций говорили о том, что сегодня можно наблюдать так называемый демонтаж демонстративных стратегий в обществе. То есть условно, скажем так, современным языком понтоваться и хвастаться какими-то марками машины или золотыми часами уже становится немодным. Что приходит на смену? Ну, это не просто понтоваться. Это действительно очень серьезный такой социальный механизм, связанный с демонстративным потреблением, с тем, что люди как бы посредством потребления каких-то атрибутов маркируют свою принадлежность к определенным группам или стремятся маркировать. Но сегодня вообще такого рода социальные структуры, которые являются предметом классической социологии, марксизма и прочее, они как бы размываются. Происходит такая, что ли, культурация социологического. И с этой точки зрения, как бы, вот такого рода стратегии потребительские, связанные с демонстративным потреблением, праздным потреблением и так далее, они, в общем, как бы перестают работать. И с этой точки зрения люди действительно переориентируются на другие стратегии. Ну, естественно, мы говорим о таких как бы современных обществах, каких-то динамичных узлах современного мира, так сказать, где вот эти социологические, социальные маркеры, так сказать, они утрачивают значимость, и люди как бы выбирают другого рода способы потребления, связанные с, ну, можно назвать это таким новым обществом впечатлений, да, новым обществом переживаний, как говорят немцы. Вот, в той же Германии, если вы посмотрите на рекламу самых разных культурных индустрий, от туизма до зоопарков, вот слово «Эрлевнес» является ключевым. Сегодня, хотя оно как бы придумано там культур-социологом Герхардом Шульцем, да, так сказать, как бы это действительно люди перестают обращать внимание очень сильно на то, как их воспринимают извне, да, так сказать, как бы и демонстрировать извне. Целью их потребительских стратегий, досуговых стратегий, да, как угодно, да, даже и образовательных стратегий, все больше становятся как бы они сами. И я бы сказал, как бы, если опять же говорить таким научным языком, так сказать, как бы интенсивность и плотность их собственной внутренней жизни, которая достигается не за счет того, что вы, как бы, демонстрируете дорогую марку часов или машины или какие-то бренды, а за счет того, что вы живете какой-то насыщенной жизнью, так сказать, путешествуете, участвуете в разного рода событиях, да, так сказать, как бы, в разного рода мероприятиях и так далее и тому подобное. Вот эти контексты, связанные с путешествием или с очень интенсивной, современной, такой, как бы, событийной жизнью, они, собственно говоря, и становятся таким предметом, предметом переориентации потребления. Я напомню, что все-таки туризм сегодня, наверное, самая крупная, вообще-то говоря, экономическая индустрия мира, да, так сказать, как бы, она не сфокусирована в каких-то компаниях, как в других отраслях, но очевидно, очевидно, что это так, и значимость, например, тех же путешествий, она увеличивается и растет в гигантском темпе. А демонстрация своей идентичности сегодня, насколько это популярный тренд и насколько эта демонстрация может нести какую-то опасность в современном мире? Я бы сказал, что спрос на такую, как бы, собственную идентичность, она растет по мере того, как цивилизация становится все более глобальной. Что такое цивилизация? Это попросту, ну, если вспомнить Рим, это канализация. Так сказать, в какой бы части развитого мира вы не вошли в туалет, вы найдете везде, как бы, одно и то же. Это одни и те же гостиницы, одни и те же аэропорты, одни и те же гаджеты и так далее. Это, конечно, как бы, новая ситуация. Цивилизация, она, как бы, не привязана к месту своего происхождения. И вот на фоне этого растет спрос, собственно говоря, на идентичность. А кто же мы? Если все одинаковое, мы сидим с вами в разных частях континента, так сказать, как бы, а у нас же одинаковые, гаджеты одинаковые, мебель примерно одинаковая и так далее. И с этой точки зрения современная культура компенсирует это за счет того, что люди начинают ценить свою идентичность. А что такое идентичность? Важнейшая составляющая нашей идентичности — это наша история. Вот на вопрос, кто мы, да, так сказать, как бы, самый такой, что ли, конкретный ответ — это рассказ о себе. И вот с этой точки зрения, да, так сказать, как бы, рассказывают о себе и люди, и группы. Надо сказать, как бы, они начинают, как бы, не то что там открывать, а часто даже изобретать эту историю. И это совершенно нормально. То есть культура, историческая культура, вообще историзация, она компенсирует вот такого рода, как бы, глобальную цивилизацию, если пользоваться этой старой парой цивилизации и культура. Ну, это, конечно, может приобретать и такие, как бы, опасные, угрожающие вещи, да, так сказать. Мы это прекрасно знаем. Потому что вместо того, чтобы, как бы, спокойно иметь дело с историей, с охраной памятников культуры, да, так сказать, как бы, с развитием музеев, с нормальной исторической работой, в конце концов, это может приобретать такие черты, как бы, ну, политического дискурса, да, так сказать, как бы на нас нападают, нашу идентичность размывают, давайте мы её будем защищать, и степень этой защиты, она может достигать и политического уровня. Это, я бы сказал, как бы, уже такие нездоровые разновидности, но они нам известны, да, с прошлого знаем. Да и сегодня всплеск разного рода правых движений, институтических движений, да, так сказать, как бы, которые являются ответом, естественно, опять же, на глобальный процесс, например, той же миграции, мы видим, что всё это происходит и часто имеет, переходит вот в такую политическую и опасную плоскость. Почему она опасная? Потому что здесь происходит некоторая ошибка, да, так сказать, то есть все те, кто ратуют за исключительную самобытность, да, в принципе, не отказываются от унитазов или гаджетов. Вот эта универсальность, да, так сказать, цивилизации, она, на самом деле, выбирается просто потому, что цивилизация – это удобно, это комфортно, это то, что позволяет нам быть более свободным, лучше жить и так далее. И, соответственно, здесь нужно просто находить правильный баланс, да, так сказать, между культурной идентичностью, которая имеет нормальные формы, и мы знаем огромное количество активистов, там, волонтёров и так далее, занимается, например, как бы историей и охраной памятников, и эти течения постоянно-постоянно как бы увеличиваются и растут. Но, повторюсь, это может действительно, как вы сказали, принимать вот такие опасные формы. В данном случае размер имеет значение? Я имею в виду размер страны и угроза глобализации для страны в зависимости от того, сколько человек в ней проживает? Ну, размер, конечно, всегда имеет значение. Я бы сказал, что, конечно, такие малые, что ли, культуры, так сказать, это известный социальный факт, так сказать, а меньшинство воспринимает это более болезненно, так сказать. Существуют, наверное, и политические меньшинства, если мы говорим о малых государствах, так сказать. Соответственно, там мы наблюдаем, что в такого рода группах, так сказать, вот это стремление, оно более ярко выраженное. Ну, посмотрите, например, в России, что там много людей ходят в косоворотках или в традиционной какой-то там национальной одежде, по улицам, да нет, или на праздники, нет. А давайте съездим куда-нибудь в Баварию, да, так сказать, это совершенно нормально, так сказать, или в Швейцарию, да, вы идете в каком-нибудь Гамбургу и обязательно встретите магазин национальной одежды. Ну, в Москве вы такого не встретите, да, так сказать. Вот так мне хочется. Ну, а культура сегодня какую роль играет в России? Нередко приходится слышать о цензуре на те или иные, например, кинематографические работы и произведения. Насколько культура сегодня является заложником и инструментом, может быть, в руках государства? Ну, мне так не кажется. Во-первых, государственный сегмент культурной политики или то, что может контролировать государство, даже при всем желании, он очень небольшой. Ну, приведу просто очень простые цифры. Вот как вы думаете, сколько домохозяйства в России, как бы в каком порядке они тратят на следующие сектора? Медицина, образование, культура. Есть цифры? Да. Ответ вас удивит, я думаю. Это не медицина, это не образование, это культура и досуг. То есть, вообще-то говоря, у нас в разы траты любых в среднем домохозяйств в три-четыре раза, вообще-то говоря, превышают всё остальное. То есть, это одна из главных таких вещей, ну, помимо базовых, понятно, коммуналка, питание, проживание и так далее. То есть, у нас гигантская-гигантская сфера культуры и досуга. Государства там сейчас очень мало. Ну, вот предпринимается в последнее время, например, как бы, ну, разного рода, можно спорить о методологии, но, тем не менее, это важно. Вот померить количество театров, например, в Москве. Вот с точки зрения государственной статистики, там порядка 80 театров. Ну, то есть, то, что государство, да, так сказать, регион Москва, да, так сказать, и федеральные вещи. Вот с точки зрения, как бы, независимых подсчётов, ну, там доходит цифра, вот Яндекс недавно такой проект делал, ну, 300. Ну, о какой контроле, о какой цензуре может быть речь, как бы, когда это очень узкий сегмент. Естественно, государства во всём мире, и Россия здесь не исключение, ну, стараются поддерживать какие-то культурно значимые вещи. Ну, например, кинематограф, да, так сказать. Франция поддерживает свой кинематограф, и давно это выстроенная стратегия, так сказать, как бы, она занимала определённую позицию, там, в дискуссиях о ВТО и так далее, как бы, ведёт, ну, такую протекционистскую политику в отношении, например, своего кинематографа. Ну, Россия тоже пытается её вести. Насколько удачно второй вопрос, да, так сказать. Ну, тем не менее, это в каком-то смысле нормально. Государственная культурная политика тоже старается, как бы, защищать посредством каких-то механизмов свою идентичность. Ну, у нас, естественно, есть определённого рода политическая риторика, связанная, например, с патриотизмом. Ну, то есть, ну, хотели бы люди, естественно, видеть и государственные мужи наши, какое-нибудь патриотическое кино. Ну, американцы же снимают хорошие патриотические фильмы в огромном количестве, да, так сказать. У нас как-то не очень получается. Вот. Ну, пытаются как-то стимулировать это. Второй вопрос, что, повторюсь, как бы, насколько это всё эффективно, действенно и, на мой взгляд, не очень. Но, тем не менее, цензура, она присутствует, потому что вот недавний пример, наверное, это спектакль Кирилла Серебренникова «Аутсайд», который был показан в Риге, в Национальном театре, но не будет показан в России. Ну, и масса других, может быть, ну, не столько масса, но есть примеры других мематографических произведений, которые запрещены. Да, так сказать, всё-таки мы сегодня сейчас живём в пространстве, оно очевидно, да, так сказать, где культура очень сильно демократизирована. На самом деле в дискуссию по поводу культуры сегодня включены не небольшие группы образованных элит, а, вообще-то говоря, большие массы людей, большие группы со своими, ну, как бы, немножко другими вкусами. Это, знаете, ну, как раньше, так сказать, был великий критик Белинский, он, как бы, да, так сказать, как бы выступал со своими статьями, так сказать, как бы, и, что называется, владел умами. А сегодня любой великий критик получит в комментах к своей критике такое количество, значит, как бы, комментариев, что попросту захлебнётся вот со своим великим мнением. Сегодня нет великих критиков. А почему? Потому что критическое суждение демократизировано. Ну, любой в своём Фейсбуке или ВКонтакте выступает как Белинский. Так сказать, как бы, и уровень этого, разумеется, он отличается от вкусов и установок, вообще-то говоря, образованной элиты. И вот эти вот, как бы, вещи, которые вы называете цензурой, ну, что поделать, как бы, государство тоже реагирует на какие-то запросы крупных групп, которым, ну, которые они, что-то, они просто, как бы, ну, как бы, не настолько, что называется, изощрённы в своих вкусах, чтобы ценить некоторые вещи, да, так сказать, как бы, или недостаточно иронично. Понятная ирония – это тоже достаточно высокого уровня культуры требований, да, так сказать, как бы. И там всякие вещи, связанные с Матильдой, и прочее, ну, это всё-всё-всё понятно. Поэтому, ну, государство, как бы, с этой точки зрения, так сказать, оно вынуждено работать, что называется, с многими группами, с образованной какой-то узкой элитой, которая всегда себе допускала намного больше, чем, условно говоря, так сказать, малообразованный народ. Ну, сегодня-сегодня вот волос этих групп, он слышен, он значим, ну, и вызывает какие-то соответствующие, иногда скандальные реакции государства. Сказать, что это какая-то системная политика, ну, я не могу. Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, потом вернёмся и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И с нами на прямой связи философ и культуролог Виталий Курино. Ещё раз здравствуйте. Ещё раз здравствуйте. Да, у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Валюша. Я хотела сказать, что Россия, она очень большая страна. Там, кроме того, что есть разные национальности, русские народы в разных краях намного отличаются. Например, псковичи от поморов на Дальнем Востоке, ещё где-то есть. Вроде бы они русские. Но у них и речи, культура, архитектура, питание очень сильно отличаются. Ну, а про одежду я ритуальную и праздничную, я уж не говорю. Что-нибудь вообще делается вот для сохранения этих уголков России, для сохранения их культуры. Ещё один вопрос у меня. Что такое, на самом деле, культуролог? Потому что у меня почему-то сразу, когда я слышу, культуролог, возникает ассоциация, я извиняюсь, конечно, может, это нехорошо, культуропедия будет такое, когда-то. Спасибо. Да, спасибо вам. Да, я не расслышала, что сказал наш радиослушатель, какое именно определение. Да, ну давайте начнём с уголков России, да. Ну, во-первых, я бы не преувеличивал разнообразие региональное. Ну, если мы говорим, как бы, там, о российской, о русской части нашего населения, ну, достаточно посмотреть на язык. Всё-таки разнообразие, например, немецкого языка намного выше, он намного менее гомогенизирован. Всё же у нас, как бы, эта культурная гомогенизация, которая, естественно, связана, как бы, с историей государства, она намного более высокая. У нас очень высокая мобильность, да, так сказать, есть целые регионы, которые попросту заселены, как бы, переселенцами со всех концов страны, да, так сказать, ну, Калининградскую область тоже, давайте, да, так сказать, или Сахарин, или тот же Дальний Восток, да, так сказать, где кореновое население как такового не осталось. Вот. Ну, нужно вспомнить и советский период, это очень активная, иногда насильственная, как бы, мобильность. Поэтому всё очень перемешано. Но, к вопросу о вот такой локальной идентичности, ну, из-за того, что мы уже обсудили, ясно следует, что спрос на неё растёт и будет расти, это нормально. Можно сказать, как бы, сказать, что для этого нужна там чья-то какая-то поддержка, в особенности государственная. Ну, это, я считаю, как бы, какой-то советский патернализм. Да, если в обществе есть такого рода запрос, он, он как бы растёт, да, так сказать, сам по себе. И мы это видим в разных формах. Ну, там, посмотрите, что у нас там, сказать, что происходит в южных и неюжных регионах. Да, так сказать, люди активно конструируют, как бы, эту свою историческую идентичность, да, так сказать, как бы, и, что касается одежды, там, и песен, и плясы, и так далее. Это происходит везде, где, повторюсь, как бы, у нас существует нормальная цивилизационная динамика, потому что запрос на такого рода локальность общественная, он возникает там, где у вас появляются, ну, условно говоря, как бы, иностранные туристы, потому что, если у вас, как бы, этого нет, все люди стремятся пойти в Макдональдс, и только после того, как у вас появился Макдональдс, начинают появляться рестораны, уже, как бы, московской кухни, да, так сказать. Вот. То есть, это в разных регионах, повторюсь, повторюсь по-разному. Там, где, там, где вот эта цивилизационная динамика нормальна, где, условно говоря, приезжают люди со всего мира, ну, там все с этим хорошо, так сказать. А вот там, где жизнь подморожена, где, собственно говоря, ничего не происходит, ну, откуда там запрос на сохранение или конструирование местной, местной локальности. Приведу, например, очень простой кейс из Дагестана, там существовала и исчезла уже, в общем, к 90-м годам кайтакская вышивка, такая ритуальная, очень интересная, дагестанская, красивая. Ну, она не функциональная, она имела ритуальный характер, вот такие платочки, так далее. Она исчезла, то есть, ей перестали заниматься. И чиновник региональный, так сказать, однажды в Лондоне купил каталог в Лондоне, купил каталог как бы с выставки кайтакской вышивки, а он сам выходит из этого района. То есть, он как бы в глобальной культуре обнаруживает, что кому-то это было интересно. Действительно, был коллекционер, приезжал, собирал, он привез это домой, да, так сказать, как бы поехал в свое родное село, показал этот каталог, и вот такое признание в глобальной культуре привело к тому, что они создали образовательный центр, восстановили этого, этот промысел, да, так сказать, там уже сотни женщин как бы получились этому, спокойно себе вышивают, приезжают уже в Москву с этими выставками и так далее. Вот такова эта динамика, да, так сказать, интерес к собственному возникает тогда, когда оно, в общем, как бы сталкивается с нормальной цивилизационной динамикой модерна, то есть глобальной культурой. И там, где это имеет место, там растет запрос на такого рода, собственно говоря, локальную идентичность. Если, опять же, комментировать сферу культурной политики, для регионов российских, так сказать, наличие вот этой локальности сегодня является безусловным атрибутом престижа, то есть регионы поддерживают часто такого рода локальные промыслы, например, и даже их возрождают для того, чтобы, условно говоря, так сказать, как бы, вы тоже не выглядели безликими, так сказать, для того, чтобы у вас были свои культурные атрибуты, ну, как дынковская игрушка, например, так сказать, атрибут не просто вятки, но всей Кировской области, да, а это, вообще-то говоря, сложная история. Насчет культурологов... Да, чем занимаются культурологи? Да-да-да. Ну, культурологи нужны для того, чтобы рассказывать то, что я вам тут рассказываю, хотя намного более подробно, конечно. А второй момент, как бы, ну, смешно спрашивать, как бы, говорить об этом. Это особенности советской системы образования, как бы, где гуманитарная сфера была чрезвычайно деформирована. Вообще-то говоря, культур-гешихте, так сказать, как бы история культуры, исторические исследования культуры, это дисциплина, которая лет на 150 старше, чем какая-нибудь социология, экономика. Я уж молчу про какой-нибудь там менеджмент. Да, так сказать, как бы. Поэтому это старая гуманитарная, как бы, дисциплина, да, так сказать, как бы, со своей, со своей, как бы, очень сложной, как бы, интересной дисциплинарной истории. Да, так сказать, то, что культурологов не было в СССР, как бы, ну, извините. Там был марктизм или нет. Говоря о культуре, символах, предметах, музейных экспонатов, в том числе, вы в одной из своих лекций напоминали, с чем связаны переживания прекрасного, согласно эстетике Канта, это удовольствие без обладания. Говорили об этом. Это потенциально может быть также трендом современного мира? Ну, мне кажется, это таковым становится, так сказать. Ну, давайте посмотрим на музейную сферу. Вообще-то говоря, музей, это как раз основной институт, который и формирует у человека способность к такого рода потреблению. Что такое музей? Музей — это то, где вам особым образом вещь взымают из повседневности, там, где ее юзают, ее взымают, ставят в витрину или там вешают на стену, как картину, и люди ходят и просто смотрят. Ну, читают, слушают об этом что-то, может быть, разговаривают об этом. Это и есть чисто эстетический способ потребления. Вот сегодняшний бум музеев, а музеи сегодня, вообще-то говоря, в крупных городах, это главные центры культурной индустрии. То есть музеи вообще занимают просто огромные площади в центрах всех городов с историей. Это мировой тренд. Там, где раньше сидели аристократия, буржуазия, не побоюсь этого слова, сегодня музеи и огромные толпы людей входят и, вообще-то говоря, вот этому научаются. И мы видим, что вот этот тренд эстетизации, он же выражен не только в узком сегменте такого культурно-досугового потребления, но и в том, что мы говорим о шеринговой экономике. Это опять же использование без обладания, но тем не менее это явно тренд. Посмотрите, как взорвался шеринг, например, в Москве автомобиль. Дизайн. Эстетизация сегодня тотальная. То есть вот такого рода эстетическое измерение, о котором говорил Кант, оно сегодня пронизывает, вообще-то говоря, всю экономику является главным драйвером. Ну что там, кто там сильно разбирается в функциональности продуктов Apple, так сказать, самое главное в продуктах Apple, это вообще-то говоря, дизайн, так сказать, это эстетика. Поэтому да, конечно, эстетизация это важнейший элемент современной не просто культуры, общества, но экономики в целом. Но не идет ли это в разрез со свойствами человека, ведь человеку, на мой взгляд, свойственно обладать предметом своего желания? Мы же не максимизируем это, хотя вспомнить некоторое рассуждение наших европейских коллег, даже министерского уровня, появляются такие футурологические сейчас разного рода фантазии о том, что мы все доверим платформам, которые лучше знают, что подходят и, собственно говоря, будем иметь жить в мире полностью лишенном собственности в привычном смысле слова. Но это просто невозможно. Это старая полемика между Аристотелем и Платоном. Платон видел для себя мир, где высшие эстраты действительно живут и ничего не имеют. Для него только низшая эстрата должна чем-то владеть. Аристотель считал, что это антропологическая предрасположенность, люди все равно хотят иметь что-то свое. Другое дело, что мы живем с вами в мире, где я бы сказал предмет обладания в смысле классической вещи становится большой редкостью, потому что все, что мы с вами имеем, это функциональные вещи. компьютер, телефон, это функция. Выбросил один, перезагрузил в другой его содержание и все. А вот вещь в том смысле, что вещь, которая моя, которой я обладаю, это большая редкость. Это же можно сказать не просто про компьютеры, одежда от распродажи к распродажи меняется, мебель вся икеевская, и везде одинаковая, везде меняется. Но это компенсируется определенного рода вещами. Опять же, если мы посмотрим на рынок искусства, например, на рынок разного рода туристических товаров, где люди покупают все это для того, чтобы иметь какую-то конкретную вещь, для того, чтобы это было частью их памяти, частью истории и прочее. Да, конечно, полное исчезновение собственности, но это утопия, после СССР говорить об этом смешно. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии, звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Если рассматривать процесс старости как культурное явление, если мы посмотрим, опять же, на карту мира, мы сегодня в глобальном смысле говорим, если посмотрим на карту мира, то увидим, что люди стареют в разных уголках земли по-разному. Вот есть ли культурное пространство для старости? Ну, действительно, это сегодня одна из главных тем, которая обсуждается везде, с точки землесударственной политики, с точки экономики и всего. Действительно, продолжительность жизни растет в развитых странах. Россия, к сожалению, здесь очень сильно отстает, не надо тут заблуждаться, но, тем не менее, все равно этот рост есть. И действительно возникает как бы и новая экономическая ситуация, потому что рождаемость падает, так сказать, а люди все стареют и стареют, и живут, и живут. Соответственно, ну, с точки зрения культуры, как здесь возникает вопрос? А что, вообще-то говоря, в культуре, современная культура, она как бы нетрадиционная, в ней как бы очень сильно заложена такая, вот этот момент инфантилизма, так сказать, современная культура, модерн, устроена так, что он не уважает старость, он не уважает старость, в отличие от традиционных обществ. На это есть свои причины, так сказать, потому что современное общество, это общество, устремленное в будущее, очень быстро развивающееся. взрослость, возраст, в некоторых случаях не дают преимущества, как в традиционных обществах, где человек жил долго, чем дольше он жил, тем лучше он понимал мир, в котором живет. Современное общество не такое, по крайней мере отчасти. И это первое. Второй момент, это действительно как бы то, что вот это удлинение жизни создает совсем другие жизненные возможности, потому что как бы это новая ситуация. Люди никогда так долго не жили. Им, собственно говоря, еще нужно научиться так долго жить и проживать как бы совсем другие жизни. Так сказать, мы с одной стороны живем долго, а с другой стороны мир очень быстро меняется. И нам нужно тоже к этому приспосабливаться. Он меняется на уровне повседневности, на уровне базовых вещей очень быстро. Возникает опять же вопрос пространства для этих людей, в особенности культуры. Я имею в виду в особенности с точки зрения городской планировки, доступа и так далее и тому подобное. Мы видим, как везде сейчас очень быстро идет работа по созданию инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, а как мы понимаем, что это люди по большей части пожилых возрастов. Это очень серьезная перестройка работы учреждений, их переориентации со всех точек зрения. Возникает очень серьезные проблемы, куда людям девать это время. Они казалось бы вышли из активного трудового возраста и что с ним. то есть опять же мы видим, что в европейских странах, где очень хорошая социальная политика и действительно социальное государство полностью выполняет свои обязательства, мы, например, днем, пройдя по ресторанчикам, не увидим там молодежь. Это пожилые люди, это пенсионеры, они проживают как бы свою интересную публичную жизнь. Молодежь должна бегать зарабатывать. Если посмотрим на центр Москвы, мы увидим совсем другую ситуацию, это все для молодежи, это крафтовые пабы. Соответственно, но, к счастью, кстати говоря, тоже правительство Москвы уже давно развивает специальную программу «Откильная старость», стараясь людей старших возрастов вытащить от телевизора и предложить им какие-то опции, связанные с коммуникацией и с активным присутствием в городском пространстве и так далее. То есть, это, конечно, по правильной здоровой свой времени. Но проблема остается, потому что, повторюсь, при такой продолжительности жизни человек, например, может прожить много семейных жизни. Просто, так сказать. В Германии есть специальные радио, так сказать, посвящено для людей старших возрастов. Там какая-нибудь песенка «Мне 75, я ягодка 5» это обычное дело. Ну вот у вас есть лекция, как раз вы упомянули инфантилизм, лекция называется «Старость в эпоху инфантилизма», где вы говорите, что через 20 лет уже совсем незначительное количество людей будет кормить абсолютное множество пенсионеров. Ну, по всей видимости, имея в виду Россию, насколько я поняла. Это вызов современного общества все-таки, проблема демографии в том числе? Ну, конечно, имеется в виду очень простая вещь, так сказать, мы находимся в такой демографической ситуации, что количество людей старших возрастов растет, это естественно, количество молодежи сокращается, но это серьезная вещь. правительство, повторюсь, это главная социальная, у нас, как бы, что называется, социально острая проблема увеличения пенсионного возраста. Ведь это не на пустом месте было сделано, как раз с учетом того, что нас ожидает вот эта вот ситуация, когда очень большое количество старших возрастов будут поддерживаться сравнительно немногочисленной группой работающих людей. И поэтому здесь пытаются что-то делать, так сказать, как бы увеличение пенсионного возраста один из этих шагов. Ну, вот как видите, я эту лекцию читал давно, а вот правительство озаботилось не так давно. Что касается темы лишних людей, об этом нередко сейчас говорят в свете возможного развития искусственного интеллекта, что огромное количество людей окажется просто ненужным прогрессу и, соответственно, выкинутым за борт вот этой вот социальной жизни. Насколько это серьезная проблема? И даже с философской такой точки зрения рассматривается ли она? Во-первых, я бы сказал, что в особенности в нашей стране технологии-то развиты не очень, технооптимизм зашкаливает. И, наверное, мы последние, которые должны беспокоиться об этом, имея в виду, что самая многочисленная профессия в стране это шофер. И у нас обещают беспилотники, кстати. Ну, надо посмотреть на нашей дороге, чтобы понять, что беспилотники там помчатся нескоро. это я как человек, что называется, много, много разъезжающих по стране ответственно могу сказать. Соответственно, я бы не, что называется, мне кажется, вот эта тема, мы про нее не очень сильно должны беспокоиться. хотя есть сектора, где этот процесс, видимо, будет идти очень быстро. Мы знаем технооптимизм руководителя Сбербанка, так сказать, мы видим сейчас огромный технооптимизм иного нашего премьер-министра, так сказать, связанного с платформами. Это действительно ведет как бы, ну, как бы, по крайней мере, к изменению, к переструктурированию рынка труда. Сказать, что появятся лишние люди, нельзя. Даже те страны, например, восточные, где технологии шагнули далеко вперед по сравнению с нами, это не приводит ни к каким существенным изменениям. Это просто переопределяет рынок труда. Это просто эмпирический факт на сегодня. Соответственно, ожидать, что будут все делать роботы, будут ходить огромные толпы безработных, это невозможно, общество так не устроит. Ну, я бы сказал, что модерн как-то с этой точки зрения выполняет свои обязательства, ну, значит, люди будут меньше работать, сокращать рабочий день, так сказать, находить для себя другие интересные сферы занятости, ну, быть менеджером по домашним растениям, куратором. Я, опять же, не сильно за профессией будущего, как бы, дорогие, не готов предсказывать, как институт Сколково, но, в принципе, люди, что называется, найдут чем заняться. У нас есть звонок, радиослушательная линия, да, мы слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы мыслите, надо оплачивать труд людям, может, делать так же, как вот, значит, доплаты на детей, то есть, государство там доплачивает, да, определенную сумму, а работодатель сколько может. Вот, меня, значит, удивило одно же поведение Медведева, ему учителя обращались, что маленькие зарплаты, да, он ему сказал, что хотите много зарабатывать, тогда идите в бизнес. То есть, получается, что если ты простой человек, не бизнесмен, то ты вроде как бы недостоин нормально жить. Да, спасибо вам. Очень мало времени у нас, поэтому попросим так. Коротко достаточно ответить, да. Ну, я очень кратко, значит, что касается, как бы, доплаты, надо сказать, ну, российское правительство вроде бы, как бы, не просто поддержит эту программу материнского капитала, но и, как бы, стремится ее расширить. Вот. Что касается зарплат в бюджетном секторе, ну, действительно, они низкие. Они низкие, они продолжают быть низкими, так сказать, как бы, мы с этой точки зрения не богатая страна. Логика правительства, понятно, она определяется соображениями макроэкономическими, и, в общем, они, как бы, звучат, иногда могут принимать такую форму, как Медведева это принимает, и так далее. Ну, они тоже не безосновательны, да, соответственно, ну, ожидать, что люди в бюджетном секторе будут зарабатывать так же, как те, кто берет на себя риски предпринимательства, и так далее, ну, ну, наверное, нельзя. Ну, то, что совершенно точно зарплаты чрезвычайно маленькие и продолжают быть маленькими в некоторых секторах, это я согласен, это нужно менять. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли к нам в прямой эфир. Философ, культуролог Виталий Куриной был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго, и до свидания. вам спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.